Девятый тур молодежного турнира открывал матч соседей по турнирной таблице Краснодара и Мордовии. Начало встречи осталось за гостями, у которых в центре поля погоду делала мастеровитая трио из первой команды – Будников, Кузнецов, Пазин. Несколько раз пришлось вступить в игру голкиперу горожан Городову, тушившему пожар, вспыхивавший в его владениях. Впрочем, в минутах седьмой хозяевам поля удалось игру успокоить, а тринадцатая минута и вовсе стала несчастливой для Мордовии. Гарипов классным пасом метров на сорок вывел Евгения Шипицына к воротам точно между двух центральных защитников гостей и 25-й номер хладнокровно переиграл вратаря Дениса Шибанова. На какое-то время инициатива перешла к краснодарцам и вскоре Петров не постеснялся от души зарядиться штрафного, назначенного почти в 40 метрах от ворот гостей. Снаряд просвистел в опасной близости от створа. Но свой успех черно-зеленым развить не удалось и на экваторе тайма счет сравнялся. Это до той поры совершенно незаметный Максим Терентьев неожиданно взорвался и свой впечатляющий рейд в штрафную горожан завершил метким ударом в притирку с дальней штангой. А еще через три минуты Мордовия получила прекрасный шанс выйти вперед. Присутствие на матче главы российского судейского корпуса Роберто Розетти не смутило молодого рефери Наседина, который назначил пенальти в ворота хозяев поля в весьма неоднозначной ситуации, когда голкипер выткнул мяч из-под ног форварда саранской команды Маркина. Сам пострадавший подошел к точке и пробил. В общем-то неплохо, но Евгений Городов сыграл просто блестящий и мяч отразил. Прошла всего минута и лучшему снайперу Мордовии Маркину опять не повезло. На этот раз он оказавшись глазу на глаз города, он вроде бы переиграл вратаря, но к линии ворот вовремя успел Ахриев, спасший Краснодар от гола. Минуло пять минут и прекрасный шанс отличиться представился Апаеву, однако уйдя от защитников и голкипера Шибанова, форвард хозяев поля с острого угла в створ не попал. Еще одна великолепная возможность отличиться была у Хызыров в концовке первой половины. На этот раз Апаев запнулся на попытке обыгрыша Шибанова. Вторая сорокоптиминутка прошла в более спокойном темпе и не забиловала большим количеством голевых моментов. На исходе часа игры краснодарцы разыграли хорошую комбинацию и вывели на ударную позицию вышедшего на замену Серегина, но юный нападающий пробил недостаточно сильно, чтобы доставить проблемы к Алюжному, появившемуся в воротах гостей вместо Шибанова. Шесть минут спустя настырный Маркин попытался поразить цель сложным по исполнению ударом. Краснодарского голкипера на ленточке второй раз за вечер постраховали защитники, блокировавшие потом и попытки добивания. Решающим же в матче оказался стандарт, который исполнила Мордовия на 72-й минуте. Незадолго до этого вышедший на поле легионер Далибор Волош был оставлен без присмотра прямо против ворот и свой шанс не упустил. Гражени до финального свистка не оставляли попыток отыграться и даже устроили подобие штурма ворот дружины из Саранска. И мощный удар Апаева на 88-й минуте вполне мог бы стать результативным, если бы не пришелся точно в голкипера. А уже в компенсированное время Городов в очередной раз взял верх в дуэли с Маркиным. Увы, эта победа оказалась локальной. Общую же викторию в матче со счетом 2-1 отпраздновала Мордовия.